Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Блин, моя прическа не видна. Давайте я вот так вот буду сидеть. Посмотрите, какую красивую прическу я сделала. Еще я сделала кудри. Ну, блин, ничего не видно. Вот вы говорите, зачем ты снимаешь видео растрепанное. Вот я сегодня нарядная, но ничего не видно. Видно только ролл, а это самое главное. Давайте начнем. Честно, у меня очень хорошее настроение. Хотя вчера мне так испортили настроение. Это было просто нечто. Сейчас вам расскажу. Расскажу, какой я терпеливый человек. Многие почему-то думают, когда смотрят мои видео, что я эмоциональная. На самом деле нет, я могу терпеть много. Я терпеливая, я бы даже сказала. Я расскажу вам сейчас ситуацию. Но давайте начнем с одного ролла. Давайте этот, который здесь запрятался. У меня аж руки дрожат, прикиньте, у меня руки дрожат. Пахнет прям ананасом. В общем, вчера я решила пойти на лазерную эпиляцию. Заранее всегда я записываюсь. Не то, что я просто сбуду на еду, когда мне хочется. Обычно я всегда иду на лазер в одно и то же место. Но так как резкое потепление, у них клиентов дофига, времени нету, мне предложили меня записать через 3-4 дня. Но мы с подружкой должны увидеться и мне уже пора. После лазера же еще 3-4 дня из дома выходить нельзя на солнышко. Могут появиться пигментные пятна. Будьте аккуратны. У меня у знакомой на лбу появилось такое пятно. И никак не выводится. Поэтому, когда идете на лазер, но сейчас не об этом, просто вам скажу. Надо быть аккуратнее. Вкусно тиша. Ну, в общем, я записалась на 10. Прихожу ровно в 10. Сидит девушка. А лазеролог один. И она выполняет процедуру. То есть у нее что-то спросить не вариант. Рецепшена тоже нету. Я пришла, села. И эта девушка мне говорит, я записана, говорит, в 9. До сих пор не могу зайти. Прикиньте, уже время 10-5 минут 11. Я такая думаю, блин, какой ужас. Какие безответственные люди. Как можно записывать людей на время? Если ты уже записал туда человека. Просто у нас люди тоже безответственные. Они записываются, потом не приходят. И лазерологу приходится записывать несколько клиентов на одно и то же время. Ну, я-то не виновата, что кто-то записывается не приходит. Я хочу зайти в конкретное время, в которое я записалась. Потому что мое время – это самый главный, самый дорогой ресурс в моей жизни. В общем, время 10. 5 минут 11. 10 минут 11. И тут выходит лазеролог. И девушка, которая сидела рядом со мной, которая типа записалась в 9, она мне говорит, мне только лицо. А кто ходил на лазер, тот в курсе лицо. Ну, максимум 5 минут можно сделать. Она говорит, я быстренько. Буквально туда и обратно. Она говорит, я понимаю, что ваше время. Ну, мне буквально только лицо. Заходит она. Проходит 10 минут. 15, 20, 25, 30, 40. Я уже начинаю нервничать. Потому что, например, я планировала прийти домой, порисовать бумажные сюрпризы. А уже, знаете, я на нервах. И когда я на нервах, у меня нет вдохновения рисовать. Я говорю девушке. Потом пришла девушка, которая, оказывается, работает в рецепшене. Просто она опоздала на работу и пришла намного позже. И я ей говорю, я записана в 10, время уже 11. Где моя процедура? Почему я должна целый час сидеть и ждать? И она мне такая говорит, ну, вы же сами пропустили ее. Я говорю, так она говорила, что она записана в 9. И она посмотрела, оказывается, в 9 никто не был записан. Она просто пришла, когда ей удобно. Обманула меня, зашла на процедуру. Ужас. Оказывается, у этой девушки не лицо лазер. Все тело. А все тело это минимум час. Тем более, эта девушка делает очень хорошо, но долго. Ну, потом, когда девушка вышла, она мне говорит, ну, что мне поделать? И тут везде надо было сделать и так далее. И так я быстро выбежала, как ни в чем не бывало. Вы знаете, я иногда осуждала людей, которые говорят, очередь и все, жди свою очередь. И как-то в этих очередях как-то агрессивно себя ведут. Но вчера я поняла, что эти люди правы. Я просто лишний час присидела там в очереди. Даже не то, что виноват салон. Виноват эта девушка, которая врет. Я записана в девять. Я до сих пор не смогла зайти. У меня только лицо. В общем, прошел час. За этот час пришли еще две клиентки. И такие говорят, у нас только лицо. Одна из этих клиенток мне говорит, пропустите, пожалуйста, меня. У вас все тело, это займет час. А мне только лицо. Буквально пять минут. Вторая приходит и говорит, мне буквально пять минут, только лицо. Я, знаете, что я сделала? Я просто повернулась к ним обоим. Я сказала, нет. Нет, и все. Дальше иду я. Я говорю, я целый час уже, ну сколько можно. И эти две девочки на друг друга так посмотрели. Посмотрели и типа так улыбнулись. Типа, что за нервная овца, да? Вот с таким вот взглядом на меня. Я говорю, девушка тоже сказала, что ей только лицо. Ну, зашла и все. По идее, лучше было просто развернуться и уйти. Просто в другие места тоже надо записываться. Потому что людей много, резко стало жарко. Все идут на лазер. А мне обязательно сегодня надо уже выглядеть более-менее. В общем, у меня такой, знаете, негатив к этому салону теперь. Я уж точно туда никогда в жизни больше не пойду. Ну, я считаю, что в салоне должен быть рецепшн, который это все контролирует. Вот девушка сказала, что я записана. Откуда я знаю, она записана или нет? Как я это могу проверить, тоже непонятно. Очень дурацкая ситуация. Сосед начал пилить. Пишите, пожалуйста, были ли у вас такие ситуации? У меня сок закончился. Прикиньте, как я его быстро... Ай-ка верблюд! Мы с вами продолжаем спустя где-то 5 минут. Там у нас в подъезде начали сверлить, поэтому так слышно было. Хотя эта комната находится дальше всего от подъезда. На чем мы остановились? Вы знаете, я начала понимать бабушек, которые в очереди ругаются и не пропускают никого. Люди говорят, ой, я только спросите, я только на минутку. Приходят, решают свою проблему и уходят. И ты чувствуешь себя просто дураком. Я пришла домой. У меня такой ужасный осадок был. Я хотела прийти домой, сесть и снять видео. Правда, процедуру мне сделали, но все равно осадок неприятный остался. В этом плане мне очень нравится мой стоматолог. Вот ты записана в 10. В 10.00 ты зайдешь туда. Что бы ни случилось. Вот ровно в это время ты зайдешь. То есть человек ценит и свое время, и ценит время своих клиентов. И это здорово. Когда происходят такие моменты, это не впервые. Я часто видела, чтобы записывали два человека на одно и то же время. Типа многие не приходят, записываются, не приходят. Я тут причем, я же не виновата, что кто-то так безответственно относится. Поэтому я никогда не люблю изменять своим предпочтениям. Это касается и заведений, и ресторанов, и салонов. Два раза я пошла, например, мне понравился сервис. Я уже не буду искать ничего другого. Буду ходить прямо туда. А то что-то пробуешь другое, и вот теряешь свое время и нервы. Вкуснотища. Я прям соскучилась по ровам. Просто больше всего меня поражает наглость людей. Вместо того, чтобы сказать правду, вот так вот делают. Очень некрасиво поступают. И, в общем, когда я пошла делать лицо, все равно одна девушка... Помните, две было, которые просили, что у меня лицо, у меня быстро. Одна девушка такая, ой, я не могу так долго ждать. Пока вы будете раздеваться, можно я быстренько лицо сделаю. Я сказала, нет. Она сказала, ну, буквально две минуты. Я сказала, нет. Когда я заходила, она тоже зашла, и быстро такая лазеролога сказала, мне только лицо, пожалуйста, быстро вот стоя сделайте, и все. А мне как-то я стесняюсь раздеваться при ней. Я подумала, ничего, ладно. Час подождала, будет час и пять минут. И такая, знаете, с полной уверенностью такая, говорит, меня мама записала сегодня на девять. Чтобы, наверное, в случае чего, если это всплывет, она бы сказала, ой, а я маме сказала, мама мне сказала, что она записала меня, а я не знала, вот что такое, чтобы включить. В общем, меня выбесили. Я поела, честно, наелась. Было очень вкусно. Боюсь, что опять час начнут пилить, поэтому давайте закруглимся. С вами была Айка. Пока. С вами была Айка.